много и тяжело. История показала, что лидеры революции стремятся использовать недовольство частью людей не столько для их блага, сколько для своих неуемных амбиций. Именно в Иваново появился человек, воплотивший самые жестокие и бездранственные качества революционера будущего времени – Сергей Геннадьевич Нечаев. Нигилист и революционер, лидер общества «Народная расправа», автор катесиса «Революции, создавший программу массового террора». Идея Нечаева – это прообраз будущих ВЧК, ГПУ, НКВД и КГБ. К сожалению, Нечаевская традиция физического уничтожения, по его мнению, особенно вредных лиц, беспрекословное подчинение низов, вышестоящим революционерам, оправдание любого аморализма, служащего интересам революции, прослеживается во всей истории русского революционного движения. Нечаевское дело стало темой романа «Достоевского. Бесы», а сам Нечаев – прототипов главного героя Петра Верховенского. «Бесы» – это роман пророчества и роман предостережения. В Советском Союзе эта книга долго была под запретом. Всю низость, подлость и ужас натуры Нечаева, воплощенный Достоевским в Петре Верховенском, великолепно сыграл Антон Шагин в фильме Владимира Хатиненко. Есть несколько людей из новейшего времени, о которых вспоминают в городе Иваново. И среди них Борис Иванович Пророков. Выставка его картин из цикла Великой Отечественной войны «Это не должно повториться», где-то там, наверное, в 70-е годы была в Ленинграде. Потрясающая выставка. Пророков, как настоящий Ивановец, родился в семье химика-клориста, учился в школе номер 30, а потом уже в московском хутемасе. Дом-музей Пророкова открыт в Иваново в 2008 году. В Иваново родилась знаменитая, великолепная актриса Любовь Васильевна Соколова, женщина великой души и трагической судьбы. Для тех, кто знал Любовь Васильевну, она навсегда останется символом русской красоты и русского великого характера. В 2007 году, в честь 75-летия Андрея Тарковского, в Иваново был открыт международный кинофестиваль его имени. Президентом фестиваля была Инна Чурикова. В настоящее время президентом является Павел Лунгин. В попечительский совет фестиваля входит Михаил Мень, Андрей Кончаловский, Алексей Кудрин, Евгений Миронов. Андрей Тарковский родился в селе Завражь Ивановской области, там, где жили родственники его матери Марии Ивановны Вишняковой, происходившие из старинного дворянского рода Дубасовых. Иваново чтит память Андрея Тарковского. Андрей Тарковский похоронен в Париже. На его могиле высечена надпись «Человек, который видел ангела». Памятник на могиле выполнен Эрнстом Неизвестным. В трех километрах от Иваново, вселенного тайца, открыт музей семьи Цветаевых. Музей открыт в 1995 году. Дом воссоздан на месте старого дома священника Владимира Васильевича Цветаева, служившего в храме Николая Чудотворца в Талицах. Деда Марина Ивановна Цветаевой. Это родовое гнездо, откуда идут старинные корни семьи Цветаевых. Цветаевы жили здесь с 1853 по 1928 год. Перед домом памятник Ивану Владимировичу Цветаеву. Конечно, в Иваново жили и живут многие знаменитые на всю Россию, даже мир люди. Но я предлагаю только свой малютный взгляд проездом. До свидания, Иваново. И теперь мы мчимся на Плёс. Проезжаем село Приволжское. И здесь, как царевна-лебедь, белокаменная, прекрасная церковь Николая Чудотворца. Церковь построена костромскими мастерами в конце 18 века, 1779 год. Начиная с 1998 года здесь создан Свято-Никольский женский монастырь. Знакомимся с местным жителем, чрезвычайно радушным человеком, который с радостью нам рассказывает про то, что здесь сейчас находится Свято-Никольский монастырь. Наше путешествие – это взгляд из окна на родимую сторонку. Я давно мечтала побывать в Плёсе. Может быть, благодаря картинам Левитана я считала, что это место имеет особую красоту и неизъяснимую притягательность русского пейзажа. К счастью, в 2013 году, благодаря Сергею, эта моя поездка осуществилась. Мне в Плёсе понравилось всё. Датой основания Плёса считается 1410 год, когда князь Василий, сын Дмитрия Донского, спасаясь от татарского хана, повелел построить здесь укрепленную таможенно-строжевую заставу. С 1778 года Плёс имеет статус города. В 1910 году возле присутствующих мест был установлен памятник князю Василию в ознаменовании 500-летия Плёса. При въезде в Плёс высится белоснежный монументальный храмовый комплекс, церкви живоначальной Троицы и введение во храм Богородицы. Каменные церкви построены в начале XIX века. Веденская церковь построена на средства купцов частухиных. О городке Плёсе и бывавших в нём людях расскажу позже. Наша цель – музей Левитана. В 1982 году создан Плёский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, одним из главных объектов которого является дом-музей Исаака Ильича Левитана. Ученик Саврасова и Поленова, Левитан – один из величайших, а может быть, самый великий пейзажист, открывший красоту русской природы. По словам Александра Бенуа, картина Левитана – не виды местности, а сама русская природа с её тонким очарованием, бесконечно милая и неизъяснимо прекрасная. Исаак Левитан, Совья Кувшинникова и Алексей Степанов жили в Плёсе в 1888-1890 годах. В гостеприимный дом Кувшинниковых Левитана привёл его друг и одноклассник Николай Чехов. Левитану было 26, Софье Петровне – 39. Софья Петровна не была красавицей, но имела множество дарований, великолепно играла на фортепиано, умела прекрасно одеваться и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Софья Петровна была и талантливым художником. В музее Плёса находится 9 её картин, а три картины были кукле Третьяковым. Связывая себя художником, Софья Петровна открыто бросала вызов всему обществу. Энергичная и деятельная она окружила Левитана заботой и любовью. Портрет Софьи Петровны написан Левитаном в 1888 году. Софье Петровне была свойственна независимости и иногда резкость суждений, но одновременно простота и естественность в общении и изысканность манер. По словам Книперчехова, в Кувшинниковой было много такого, что увлекало и нравилось, и поэтому вполне естественно, что ей увлёкся Левитан. Картина Софьи Петровны пейзаж с церковью, а это ручей в лесу. Живопись Кувшинниковой овеяна манерой Левитана, что не умаляет её достоинств. Это картина заросший пруд, а это Петропавловский собор в Плёсе, находится в Третьяковской галерее. Картины Кувшинниковой разбросаны по частным собраниям, а некоторые даже продавались под авторством Левитана. Компаньоном Левитана и Кувшинниковой в Плёсе был Алексей Степанович Степанов, замечательный художник. О нём я ещё расскажу. На втором этаже музея находятся мемориальные комнаты, где останавливались Левитан, Степанов и Кувшинникова. На первом этаже выставлены полотна художников. Хозяин дома Солодовников специально для Софьи Петровны поставил в комнатах пианино. Алексей Степанович Степанов, так же как Левитан, считается одним из создателей так называемого пейзажа настроения. А это великолепный портрет Софьи Петровны кисти Степанова. Степанов был учеником Прянишникова и Сорокина, и по словам Нестерова. Его любили все за его чудесный нрав и его прекрасное искусство. Картина Степанова «Масленичные катания», «Осень в Плёсе» и «Лодки на Волге». В начале XX века Алексей Степанович работал в Париже. Это его картина «Бульвар», написана в манере французских импрессионистов. Но самые знаменитые полотна Степанова отражают русскую природу. В Плёсе постоянно действующая выставка картин художника. Красота и необыкновенное обаяние природы Плёса, дружеская атмосфера и забота Софьи Петровны благотворно повлияли на настроение Львитана. По выражению Чехова, в его картинах появилась улыбка. Однажды Львитан на охоте убил чайку, чем очень огорчил Софью Петровну и огорчился сам. По легенде, этот случай для Чехова послужил эпизодом его знаменитой пьесе. Сюжет рассказа Антона Павловича Чехова «Попрыгунья» не только во многом ассоциировал с отношениями Львитана и Кувшинниковой, но в рассказе были использованы некоторые особенно характерные выражения Софьи Петровны. Львитан хотел вызвать Чехова даже на дуэль. Расмолка продолжалась несколько лет. Разрыв Львитана и Софьи Петровны произошел в 1894 году, когда они проводили лето в имении Ушаковых Островно. В это время в соседнее имение Горки приехала его хозяйка Турченинова Анна Николаевна за черми, жена сенатора, помощника горначальника Санкт-Петербурга. Это была женщина с поистине петербургским блеском, обаянию которой было невозможно противостоять. Львитан увлекся Анной Николаевной. Огорченная Софья Петровна уехала в Москву, а Львитан поселился в имении Горка, для него построили двухэтажную мастерскую. Но художника была влюблена не только мать, но и дочь Варвара, которая готова была даже бежать с Львитаном. Именно для нее Львитан написал картину Васильки. Эти сложные взаимоотношения мучили Львитан до конца жизни, а в 1895 году он пытался покончить с собой. Тогда на помощь другу приехал Чехов. Эта история послужила сюжетом для рассказа «Дом с мезонином», но прототипы героев сделали вид, что себя не узнали. Чехов и в других своих произведениях использовал не только мотивы жизни Львитана, но и восприятие людьми картин художника. Картины Львитана навсегда останутся в истории мировой живописи, как самое проникновенное отражение русской природы. По выражению одного из его современников, это картины человеческой души в образах природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Львитан писал, что он не может быть счастлив вне живописи, что в русской природе он ощущает божественное нечто, что не поддается разуму и анализу, а постигается любовь. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мой рассказ не претендует на исследование жизни и творчество Левитана. Это только несколько впечатлений, возникших при посещении музея в Плёсе, где великий художник и талантливая, преданная ему душевная женщина прожили недолгие, счастливые и, может быть, лучшие дни в своей жизни. Плёс и сегодня один из прекраснейших уголцов в России. Город стоит на высоких холмах и сохраняет историческую планировку 17-18 века. Местное население Плёса сегодня почти 2500 человек. Статус города Плёс получил в 1778 году и до постройки железной дороги еще сто лет просветал, так как был основным портом на Волге для всего сексильного края. Благодаря удобному расположению в городе успешно развивалась торговля, а самыми прибыльными промыслами считались сапожные, портняжные, ювелирные, кузнечные, продукция которых успехом пользовалась даже на Нижегородской ярмарке. Купечество в Плёсе было зажиточным, но недальновидным. По легенде, купцы откупились от строительства железной дороги, боясь, что она их разорит, и дорога пошла на Кинишму, что превратило Плёс в тихий уездный городок. С 80-х годов 19 века Плёс стал излюбленным местом отдыха творческой интеллигенции. Волжское раздолье, красота пейзажей, уют старинных домов и улочек и патриархальное гостеприимство местных жителей привлекали многих знаменитых людей. Левитан, Кувшинникова и Степанов практически открыли Плёс для художников. Здесь бывали Репин, Васильев, Саврасов, Пророков, Жуков, Аладжаров, Виноградов, Корин. В 1914 году здесь построил дачный дом Фёдор Шаляпин. В Плёсе и сегодня культ живописи. В городе очень культивируется старина. Каждое кафе украшено репродукцией знаменитых полотен и старинными фотографиями. В старинных домах работают маленькие музеи, иногда на один зал. Это выставочный зал Плёсских художников. Здесь можно купить очень интересные работы. В Плёсе работает Государственный музей пейзажа и музей художественных промыслов Ивановского края и частные музеи древнерусской семьи и первобытного рыболовства, а также дом-музей Плёсского художника Александра Ивановича Тимофеева. Плёс как будто создан для творческих людей. Здесь проводится фестиваль моды Плёс на Волге «Льминая палитра», «Зеркало» имени Андрея Тарковского, а с 2008 года Левитановский музыкальный фестиваль. В Плёсе снималось несколько фильмов. Самый известный из них «Жестокий романс. Два капитана. Золотой телёнок». В старинных фотографиях есть особое очарование, ведь именно эти люди создали наши сегодня. Конечно, время не остановилось в Плёсе, но старина здесь очень почитается. Это здание старинной пожарной части, построенное в 1885 году. На первом этаже располагалось пожарное депо, на втором – полицейский участок, арестантские камеры. Сейчас это просто жилой дом. Хочется погулять по красивой Волжской набережной и погрузиться в этот спокойный патриархальный Плёсский уют. Алексей Степанович Степанов без Кувшинникова и без Витана несколько раз приезжал в Плёс. Это его мастерская. Мы, к сожалению, в Плёсе были всего несколько часов, но, конечно, мы не могли и зайти на Калашную улицу. Специальная табличка сообщает, что это старейшая торговая улица Плёса, упомянутая в описании города генерал-губернатором Клементьевым в 80-е годы XVIII века. Здесь было когда-то 196 лавок и лавочек, два питейных дома, трактир, а в базарные дни на Волжской отмеле стояли грузовые лодки. Открытие Возрождённой Калашной улицы произошло в 2010 году. Присутствие губернатора Ивановского